Всем привет, друзья! Меня зовут Ксения. Я Лёвия с партнером компании Skinny BodyKey. Сегодня я хотела с вами поговорить и рассказать, почему я работаю в интернете, почему я выбрала именно эту сферу деятельности. Вообще, чем бы я могла заниматься, если вот моя не работа в интернете? Какие вообще есть у меня возможности, да? Ну, как у любого человека. Таких возможностей несколько, и вы об этом прекрасно знаете. Этот человек может работать на себя, человек может работать на работе, и человек может заниматься традиционным бизнесом, и человек может заняться инвестициями. Если вы работаете на работе, вы прекрасно понимаете, что вы работаете на начальника. И, конечно, в большинстве своей массе люди скажут, что это вот стабильность, это вот я нашел серьезное, это все дело. Но давайте посмотрим правде в глаза. Вас всегда могут уволить, вас всегда могут сократить. Это в последнее время становится частным явлением. И вообще, посмотрите на объявления, кого ищут в качестве сотрудников, в качестве работников. Во-первых, у вас должен быть возраст, не больше 30 лет, у вас должно быть не одно высшее образование, у вас должен быть опыт, у вас желательно, чтобы не было детей, и в дальнейшем, чтобы их вообще никогда не было. Я, конечно, сейчас преувеличиваю, но вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Ладно, допустим, я устроилась на работу. Вообще, какая зарплата считается хорошей зарплатой? Вот 40 тысяч считается хорошей зарплатой? Ну, в большинстве городов, да, считается хорошей зарплатой. В нашем городе это просто шикарная зарплата. И большинство людей такую зарплату не имеют. Допустим, я устроилась на работу в 20 тысяч. В 20 тысяч рублей в месяц это у нас вообще хорошая зарплата, ты богатый человек. Так вот, смотрите, я тут подсчет подвела. Вот, я работаю, да, 35 лет, к примеру. У меня зарплата 20 тысяч. За 10 лет я заработаю 240 тысяч. За 35 лет я заработаю 8 миллионов 400 тысяч рублей. За всю жизнь. Можете себе представить? Допустим, я как бы была такой экономной, вообще такой экономной, и потратила в процессе своей жизни, да, всего половину суммы. То есть, как бы, я жила всего на 10 тысяч рублей в месяц. Ну, это как бы невозможно с такими ценами, да, ну, невозможно 10 тысяч, это, конечно, нереально. Ну, допустим, ладно. Вот, смотрите, значит, с этой суммы остается 4 миллиона 200 рублей. 4 миллиона 200 рублей. Ну, знаете, даже квартиру нельзя купить за эти деньги. Получается, я вообще за свою жизнь не заработала на квартиру. Ладно. В нашем городе можно купить за такие деньги квартиру, да. За 4 миллиона можно только вот одну единственную квартиру купить. Дома подешевле, да, у нас, допустим, ладно, я купила дом за 2 миллиона. Дом у нас стоит, новый дом, да, прям там стены стоят новые, крыша и окна пластика вставлены, стоят 2 миллиона рублей. Небольшой домик. Смотрите, 2 миллиона я потратила на дом, без внутренней отделки. Потом внутренняя отделка тоже 2 миллиона рублей. Все, деньги закончились. Деньги закончились просто. И понимаете, эти деньги, эти 4 миллиона, они нам сразу-то не дадутся. Нам никто их сразу не даст. Поэтому мы влезаем в кредиты, чтобы в первый год сделать пластиковые окна. На второй год мы сделаем потолки, какие-нибудь натяжные. На третий год мы какую-то там стеночку купим в зал. И вот так вот каждый год, всю жизнь мы что-то покупаем. И знаете, я что-то еще не взяла образование детям. Тут очень дорогое образование сейчас стало. Вот, вся жизнь прошла. В принципе, ты не заработал себе на квартиру хорошую. Блин, знаете, а вот когда радоваться жизни, вот честно? Да некогда. Ладно, давайте посмотрим другую сферу. Деятельность – это работать на себя. Но чтобы работать на себя, у вас должно быть образование. Хорошее образование, желательно не одно. Но это как образование такого там юриста, датиста, дизайнера. Ну, такая вот творческая профессия, да. В принципе, я уже получила свое образование, какое я получила. И работа на себя, вы должны четко понимать, что вы будете работать по 20 часов в сутки. Потому что человек, работая на себя, он работает на себя. Он не может оторваться, он не может куда-то уехать. Он не может вообще броситься в дело, потому что как только он прекращает заниматься этим, он прекращает зарабатывать деньги. Если заняться каким-нибудь большим бизнесом, нам, традиционным бизнесом, нужны большие инвестиции, нужны большие деньги для вложений. У меня этих вложений просто нет. Хорошо, даже можно сказать, что можно в банке взять эти вложения. Ну, под какой процент? Под большой процент очень. И где гарантия, что ваш бизнес-то попрет, где гарантия, что через год не рухнет. У нас в городе очень много закрываются таких частных лавочек, магазинов. Вот так вот. Нету гарантии. Это большой-большой риск, очень большой риск. И заниматься инвестициями, да, четвертый вид такой деятельности. Это очень хорошая такая индустрия. Но опять же, смотрите, инвестициями можно купить там 10 квартир, например, да, сдавать их, и в общем будет хороший заработок. Вопрос, где взять эти 10 квартир? Купить их нужно. У вас есть деньги? Нету денег. Вот это тоже в своей родительности отпадает. Как у большинства людей, так и у меня. Поэтому у меня только выход работать в интернете. Вот у меня рабочее место, рабочее место дома, со своей семьей, со своей дочкой. Здесь очень хорошие деньги зарабатываются. Я работаю на обычном заводе, просто удаленно. Удаленно от своего завода. Если вы хотите, да, вы можете поехать там в Америку, либо в Германию, работать уже непосредственно на заводе. Сейчас в век индустрии нужно шагать в ногу со временем, друзья. Нам компания предоставляет свой офис, свой кабинет, где мы ведем полный отчет, где мы видим наших сотрудников. Поэтому, друзья, шагайте в ногу со временем, выбирайте правильные деятельности, задумывайтесь, чем вы занимаетесь, приведет ли это к вашему счастью, к вашей финансовой независимости. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok